всем большой привет сижу на полу в странной позе все потому что мы снова начинаем заниматься переделкой переделывать мы будем вот эту кровать которая находится у меня на заднем фоне кровать сама по себе довольно таки новая но морально она уже немного устарела сочетание цветов уже не не актуальны поэтому хочется чего-то новенького тем более что в свое время кровать попала под соседское залитие на нее лилась просто потоп воды и вот эти коричневые столбики которые держат основание кровати они состоят из клееных брусков и обтянуты просто бумагой бумага это вздыбилась сморщилась и уже давно напрашивается кровать на реставрацию чем мы собственно и займемся поэтому оставайтесь с нами следите за нашими переделками я думаю что будет интересно и наверное кому-то познавательно начнем с мебельных опор снимем с них вот эту бумагу и зашлифуем их красить будем уже в последнюю очередь после того как обтянем остальной корпус тканью острые углы сгладили вручную ну вот полностью уже зашлифовали ножки снималась покрытие там где не отстала от воды довольно таки тяжело вот у нас такой арсенал инструментов а вот пробовали болгаркой болгаркой очень плохо счищается забивается из-за крутящего момента забивается шкурка поэтому лучше всего пользоваться вот такой вот шлифовкой она ощущает очень хорошо вот думали мы что значит столбики состоят у нас из клееных брусков нога как бы не так это просто клееная бумага поэтому над выбором краски придется задуматься мы подошли уже к следующему этапу сейчас будем приклеивать поролон к боковинам кровати купили вот такой вот клей не знаю посоветовали нам магазине как он себя поведет не знаем написано что он приклеивает поролон к твердым поверхностям и друг другу какой-то он очень легкий и такое впечатление что он будет очень вонючий и не знаю как он себя повезет и но говорят что очень быстро схватывается но посмотрим сейчас будем клеить так как производитель нам обещает что клей схватывается очень быстро за одну три минуты а поэтому чтобы нам не торопиться и сделать все качественно мы сначала мы будем приклеивать все плоскости в боковушках поэтапно сначала приклеим основную плоскость а потом две уже коротенькие плоскости но прежде чем приклеивать мы разметим и отрежем поролон размечаем и разрезаем предварительно весь поролон для того чтобы его рационально использовать чтобы по итогу в конце работы у нас не оказалось много маленьких кусочков которые никуда нельзя будет использовать чтобы быстрее двигалась работа мы клей решили наносить кисточкой в общем нас постигла неудача не знаю что мы делаем не так но посмотрите мы начали только нам намазывать вот только буквально за несколько секунд клей начинает скатываться засыхает мгновенно и скатывает но скатывается потому что засыхает короче я не знаю что мы делаем не так но там написано что он застывает за три минуты а тут получается он застывает за три секунды что за ерунда сейчас будем думать что делать и долго мы чесали репу вернее дверь и и много чего пробовали и пришли к практическому решению наносили клей губкой очень тонким слоем потому что если носить второй слой по первому слою он и даже губкой начинает скатываться и слой должен быть максимально тонким чтобы приклеился поролон если слой немножко более толстым поролон уже не приклеивается сохнет долго и получаются дефекты клей конечно выполняет свои заявленные функции но требует очень высокой скорости внимательности в общем трудно с ним работать еще есть у него один очень сильный недостаток очень сильный едкий запах даже при широко открытом окне работать невозможно поэтому в закрытых помещениях с ним работать проблематично да я не сказала клей называется поролон плюс российского производства фирма какая-то рогнеда пришлось работать очень быстро в четыре руки но в четыре глаза и можно сказать даже в четыре ноги таким образом мы приклеивали все и так и и Лишний поролон обрезали в уровень со всеми плоскостями и получившийся острый угол немножечко тоже закруглили. Вот такую ткань нейтрально-серого цвета я выбрала. Этот цвет хорош тем, что его можно интегрировать практически в любой интерьер. Ткань мебельная. На вид у нее такая бархатистая поверхность, но этот эффект дает сложное переплетение ткани. Это стопроцентная синтетика. Оказалось, очень сложная и капризная эта ткань при глажке. Разгладить мы ее до конца так и не смогли, особенно те заломы, которые образовались еще в рулоне. Сейчас буду кроить ткань. Самое главное при раскрои помнить, что делать это нужно в одном направлении, по направлению ворса. Если не следовать этому простому правилу, то свет на разных деталях после того, как мы соберем кровать, будет преломляться по-разному и будет казаться, что одна деталь темнее другой. Но прежде чем покупать ткань, я сделала наиболее рациональную схему раскладки, чтобы знать мне, сколько нужно ткани, чтобы не купить лишнего и чтобы уже в процессе проще было работать. Сейчас я переношу схему на ткань и буду ее разрезать для всех деталей уже сразу. Ткань я разметила с достаточно большими припусками. Субтитры сделал DimaTorzok Проще всего обтягивать боковушки корпуса. Так как детали довольно-таки длинные, чтобы ткань легла ровно и не получилось никаких провисаний или заломов, я сначала била скобы на расстоянии где-то 20 см, а потом уже заполнила оставшиеся промежутки. Перед тем, как прибить вторую сторону, я ткань максимально натягиваю и выравниваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как получилось. По-моему, неплохо. Это планка с изголовья кровати. И эти планки я буду делать немножко по-другому. Значит, я хочу закрыть обратную сторону изголовья. Почему я это хочу сделать? Потому что у нас кровать не всегда переезжает часто с одного места в другое и не всегда стоит изголовьем к стене. Поэтому, чтобы было красиво, не было вот так, вот знаете, пристрелили вот так, пристрелили вот так, и здесь вот промежуток, который нельзя ничем будет скрыть, кроме как поставить к стене, я хочу сделать красиво это. Я здесь вот зафиксирую клеем, приклеим, чтобы было удобнее работать. И уже вторую сторону, и уже второй край ткани мы зафиксируем пистолетом вот таким образом. Ну и вот, казалось бы, сколько той кровати, но чтобы сделать все аккуратно и тщательно, времени у нас ушло довольно-таки много. Особенно неудобно это делать, естественно, на полу, когда нет специальных приспособлений, страдает и спина, и особенно колени. Уголок я закладываю следующим образом, так называемым двойным уголочком. Сначала работаем с планочкой самой, закладываем небольшой здесь вот уголок из ткани, а затем уже закладываем по основному, по основной площади. Регулируем вот здесь и закладываем такую вот складочку. А потом здесь будем прибивать стопярму. Это все лишнее обрезается потом. И вот так выглядит в готовом варианте этот уголок. Это изнаночная сторона и лицевая сторона. Выглядит аккуратно довольно-таки. А здесь вот это вот лишнее просто обрежется потом. По такому же принципу я заворачиваю углы и у деталей изголовье. Единственное, здесь осложняется это тем моментом, что много ткани и приходится заворачивать не только углы, но и все еще площадь задника. Столбики кровати я решила все-таки красить акриловой краской, потому что она смотрится более благородно, чем масляная. Но так как у нас столбики из бумажных, спрессованных, склеенных опилок, то акриловой краски сюда ушло бы немерено. Поэтому я решила их сначала прогрунтовать. Грунт сделала тоже на основе акриловой краски. Развела краску, белую краску водой. Добавила немножечко серого цвета, чтобы посмотреть, как он будет проявляться. Ну и ушло, грунта очень много, потому что бумага, вы знаете, она впитывает, впитывает, без конца просто впитывает. Ты ее красишь, а краски практически не остается. Я решила покрасить мебельные опоры вот в такой вот темно-таповый цвет. Как оказалось, он лучше всего сочетается с той теплой серой тканью для обивки, которая у нас есть, которую мы обивали кровать. Красила я акриловой краской для мебели. Сама смешивала, колорировала цвет, добавляла бронзовую и немного серого на основе белой акриловой матовой краски. Затем я это все после высыхания покрыла, еще защитила от различных пятен лаком, тоже матовым. Ну и теперь наступает самый интересный момент, это сборка кровати. Мне самой интересно, соберется ли она после нашей переделки. И собираем кровать. Вот у нас есть помощник такой, руководитель вернее, который командует, как собирать. Поэтому кровать собиралась быстро, очень быстро, ну практически так, как вы видите на видео. Продолжение следует... А теперь еще быстрее ее разбираем, потому что оказалось, мы не посмотрели, не подумали и не той стороной вставили нижнюю планку. Продолжение следует... Собрали кровать и сами обратили внимание и удивились, что если раньше она стояла здесь, эта кровать, и смотрелась каким-то инородным элементом, то сейчас она замечательно и очень хорошо вписалась в интерьер нашей комнаты. Ну и как у нас заведено в семье, всю работу должен принять главный инспектор. Ну вот уже итоговый вариант нашей собранной кровати. Собиралась она довольно-таки легко. Я волновалась, думала, что она может не собраться из-за того, что мы какие-то стыки уплотнили тканью. Но все собралось, она стянулась. Не обошлось без косяков, но это чисто по нашей вине, потому что прикрутили крепление не той стороной, но это все поправимо. Результатом мы довольны. Скрылись вот эти вот дырочки, которые не нравились. И в целом она стала более современной из-за своей цветовой гаммы. Из-за того, что мы обшили мягким изголовье и бока, она смотрится даже, можно сказать, более уютно и комфортно. В общем, результат порадовал нас. Не обошлось, конечно, без каких-то нюансов во время работы. Но это все, мы первый раз делали эту кровать, но это все не настолько сложно, как может показаться. Мне кажется, что работа получилась вполне достойная. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. До новых идей. Субтитры сделал DimaTorzok